И так, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, и да, я нахожусь на том самом легендарном аккаунте под названием Тунец, хоть сейчас ник тут и поменен. Посмотрим, что же произошло с этим аккаунтом, как он живет, продолжает ли он жить, и что вообще будет дальше, и я отвечу вам на вопрос, почему я назвал это видео Тунец будет жить. Все вам, ребят, расскажу, это самый первый мой, наверное, аккаунт, мой самый первый полноценный твин, который я начал развивать с нуля, и играл без доната, сейчас здесь, конечно же, донат присутствует, мы видим тут, как бы, крутых героев, можем порадоваться за ак, и расскажу, что, зачем, почему, как, чего, для чего на нем происходит, и если ты зашел на это видео, значит, судьба данного аккаунта не безразлична, пожалуйста, поставь лайк, кому интересно, история, скажем так, битвы замков, есть плейлист с того момента, там все видосы, где я начинал развивать этот аккаунт, так что тоже можешь глянуть, может быть, оставлю ссылочку в описании, чтобы тебе не пришлось искать, конечно, там видосы уже потеряли давным-давно свою актуальность, но, тем не менее, это то, с чего все начиналось, друзья. Ну и перед тем, как я начну свое повествование и под пристальные лупы разглядывать этот аккаунт, посмотрю, посмотрю, что на нем происходит, попрошу вас поставить ваш королевский, княжеский лайк, когда-то видео о Тонсе собирали по 2000 лайков, сейчас это уже совершенно трудно себе представить, да, там 500 лайков соберешь, и уже радость, про яйцо вообще молчу, но, тем не менее, буду благодарен за вашу поддержку. Почему я видео назвал то, что Тунец будет жить, со знаком вопроса, сейчас узнаете. Дело в том, что когда-то Тунец, развитие аккаунта Тунса вдохнуло, скажем так, жизни, ну, как бы увеличило просмотры на моем канале, увеличило движуху на канале, Данная рубрика помогла огромнейшему количеству людей, данная рубрика привлекла огромнейшее количество людей в игру, яйцо, конечно же, этого сделать не смогло, но, тем не менее, я пока его не бросаю развивать, мы там движемся вперед, ничего страшного. И фишка заключается в том, что я очень много сижу в Телеграме, я вообще, в принципе, люблю интересоваться новостями, высказываться, и провожу достаточно много в этом деле своего времени, и решил совместить полезное с приятным, открыть свой новостной Телеграм-канал. Не обещаю, что там будет много новостей, не обещаю, что он будет только новостным, может быть, он перерастет в канал каких-то тупых видосиков из интернета, мемасов, может быть, это вообще будет просто агрегатором новостей, не знаю, ребята. Но, тем не менее, ссылку оставлю в описании, кто часто сидит, чем-то интересуется в Телеге, переходите, подписывайтесь, буду весьма благодарен, давайте вместе делать повестку дня в нашем новом Телеграм-канале, хочу понять вообще, что вам интересно, буду стараться, буду что-то там делать, не всегда часто, но постараюсь, все зависит от вас, и что самое интересное, данный Телеграм-канал я назвал Тунцом. Недолго думал по поводу названия, сначала предполагалось назвать его просто хуёвости, вот, в принципе, тоже абсолютно нормальное название, но назвал его Тунцом, потому что Тунец когда-то вдохнул жизнь моему каналу, вот, надеюсь, это будет хорошим знаком, и что-то получится из этого Телеграм-канала, и он обгонит мой, скажем так, основной личный, там, где я просто публикую свои видосики. Ребята, ссылочка будет в описании, буду рад вас видеть, и буквально со дня на день уже начнем активно заниматься, пока что там постов мало, пока что просто что-то там тренируюсь, но будем смотреть, что из этого получится, называется «Где, то нет», да, можете прописать ссылку, вот, буду, буду, ребятушки, ждать, и на вас, конечно же, надеяться, спасибо за поддержку. Ну, а мы пошли дальше, что у нас получается? Кстати, сейчас там 9 человек, посмотрим, может, в следующем видосе скажу, что сколько там людей оказалось. Так, аккаунт Тунца, сразу же, что хотелось бы отметить, просто я шокирован, я раздосадован, и этот аккаунт переименовали. Конечно же, я данный аккаунт разыгрывал, и хозяин может делать с этим аккаунтом все, что угодно, но, тем не менее, если так кичится тем, что ты играешь там на Тунце и так далее, то был бы смысл, наверное, оставить оригинальный ник, потому что после смены ника сразу же там плюс 100-500 школьников, наверное, забили это название. Теперь, теперь ник выглядит так, 100, Тунец, 100, ну, как бы еще какими-то такими прописными буквами, и мягко скажем, мне не нравится, я этим фактом огорчен, не знаю, пишите в комментариях, что вы думаете. Как бы Тунец перестал быть Тунцом, теперь это непонятные загогулины, херня вообще полная. Вот, дальше. 473 тысячи сил, я так понимаю, это чисто сильный аккаунт, потому что если бы это не было чисто сильным аккаунтом, здесь бы было силы намного больше. Хотя нет, мы видим, что здесь присутствует определенное количество допов, и чисто сильным аккаунтом это уже не назвать. Если я не ошибаюсь, когда я в прошлый раз был на этом аккаунте, здесь была чистая сила, допов еще не было. Но тут я смотрю, допы начали развиваться. Вторых, эволюции много, но не сказать, что очень много. Касаемо доната. А слушай, а нет. А доната здесь особо не прибавилось, здесь были 30 тысяч самов, которые я случайно задонатил, да, там есть об этом видос, потом мне пришлось разработчиков просить, чтобы они все обновляли, я вернул деньги, но, тем не менее, здесь они счетчик обновить не смогли, сбросить его до нуля по техническим причинам, и, соответственно, на этот аккаунт было вдонено всего лишь 20 тысяч самоцветов. То есть, ну, полноценно донатным его назвать нельзя, по сути, по нынешним меркам игры, это бездонатный аккаунт, но при всем при этом, да, при том, что здесь реально маленький донат, есть Леди Божество, к примеру, у меня на основе нету Леди Божества, есть Барт. То есть, я так понимаю, эти 20 тысяч самоцветов, если и донатились, то они донатились точечно, очень правильно, и благодаря им на аккаунте появились крутые донатные герои. Ну, жди, я здесь еще, о, тут еще и Огнекрыл есть, ребята. Так, что у нас по талантам? У-у-у, Целитель Душа. Так, Огненка и Целитель Душ. Так. Ну да, с судьбой, с судьбой, ребят, все грустно. Дальше что у нас получается? По кошмаркам, по кошмарочкам, друзья, по кошмарочкам у нас тут... Слушай, восьмые кошмарки пройдены, это вообще респектосик, бездонатный аккаунт, восьмые кошмарки пройдены, ну, конечно, если раньше это было чем-то невероятным, типа на бездонатном аккаунте пройти восьмые кошмарки, то сейчас, да, там можно раскачать командору, там, на полную клону, урон, жизнь, и, как бы, чуть ли не одной командоры пройти. Не знаю, чем здесь проходилось, но, как бы, молодцы, тут не поспоришь. Аккаунт, кстати говоря, находится в гильдии, называется No Mercy, прием через Телеграм, Дудиксу, Николаю пишем, да, и вступаем, это бывшая гильдия Ла-Ла Лэнд и, если не ошибаюсь, Центавр. Вот, извините, если ошибся. Так, далее, что еще хотелось бы отметить? Отметить ее. Что еще посмотреть? Волны, 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 волны с АССРУХИ. Блин, как бы, я ленивая, вот я смотрю на этот аккаунт и понимаю, что я ленивая пятая точка задницы, то есть, и у меня на основном аккаунте, как бы, еще АК-волна не пройдена, да. Я, конечно... А, хотя, ну, то есть, да, тут пройдены волны, как на моем основном аккаунте, а может быть, даже еще и лучше. Интересненько. Далее, что еще хотелось бы отметить? Кстати, сколько людей в гильдии? Двенадцать. Так. Королевская битва. Куда еще посмотреть? Вот, реально, достижение аккаунта. Вот там все пишут, показывают достижение аккаунта. Да, тут, как бы, показывать, ну, то есть... Раньше что-то было. О, там, какой левел в королевской битве. А сейчас, ну, типа, нет. Не, ну, королевская битва, серьезно, да, пофигу, какой тут левел. Вообще плевать. Дальше, что тут еще хотелось бы отметить? Да, в принципе, в принципе-то показывать особо нечего. Может быть, я просто туплю уже. Отдалился немножко от этого мира. Ну, как бы, удивительно. Ну, хотя, нет, не удивительно. Я хотел сказать, что удивительно то, что прорывы слабые, да. Ну, мы тут видим, да, что все-таки у Фреи двадцать седьмой прорыв. Тут за двадцатки прорывы есть. А что на складе вообще происходит? На складе по ресурсам. Ну, соответственно, да, этих ресурсов дофига. Я бы вообще в шоке был, если бы еще здесь оказался мастер рун какой-нибудь. Ну, я не скажу, что аккаунт, ну, что я тут чему-то... Блин, тут вторая леди божество. Как такое вообще возможно? Вот. Я не скажу, что я чему-то бесконечно удивлен. Ребята. Ну, хотя, видишь, тоже целая куча сундуков. Пламени. Но прорыв не прокачивается. Да. Хотя, да, камней апогея мало. Ну, там плюс тысяча, но все равно. Так. Ну, так, ребят, чисто ничего особенного. Я единственное, да, типо, тут две леди божество. У меня нахер ни одной. Понимаешь? У меня ни одной. И это, конечно же, печально. А тут две. У меня на основном аккаунте ни одной. А тут две. А тут еще Барта. Вообще. Ну, каких-то супер удивительных вещей для меня на этом аккаунте, конечно же, нет. Единственное, что, да, расстроен из-за того, что ник поменяли. Но, опять же, это полностью право хозяина. Он мог там ник поставить хоть из трех букв. Типа, что хочет, пускай и делает. Хоть аккаунт сливает. То есть, это его аккаунт. Но, тем не менее, если я зашел на обзор, да, как бы, ну, вот, свои какие-то негодования имеют право также ребята высказать. Вот, смотрите, как у нас тут противник проходится. И, наверное, будем заканчивать с этим видосом. Мы тут уперлись в кого-то непонятно. Потому что, ну, честно, я не знаю, что уже обозревать. Как бы, главное, что аккаунт живет. Аккаунт продолжает жить. И я надеюсь, что с ним будет все хорошо. Вот. И силушка у него растет. Хотя, в принципе, при желании и по силе я на яйце его мог бы легко обогнать. Почему тут так сила сдерживается, непонятно. Может быть, это все-таки, как бы, остается твинком. Может, это у человека не основной аккаунт, не знаю. Но, как бы, сила уже должна была быть на порядок больше. Реально, на порядок. А на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете. Пожелаю вам огромнейшей удачи. И всем пока. И не забываем, ссылочки на плейлист и на телеграм-канал находятся в описании. Пока.